Здоровье без политики. Почему Минздрав сворачивает популярные социальные программы? Здравствуйте! В эфире итоговая программа Вести недели. В студии Галина Попова с главными событиями уходящей недели в стране и мире. И вот основная тема выпуска. Не просто летний дождь прошел. Какие убытки районам страны нанесла непогода? Таланты и начальники. Как уволили мировых знаменитостей из Национального театра оперы и балета? Трагедия в Варенцевом море. Что стало ее причиной? Должности заняты. В Евросоюзе определились с кандидатами на ключевые посты. Начнем с последствий разгулявшейся стихи. После нещадной жары на север и юг Молдовы обрушились ураганы. Обрушевали так, что в населенных пунктах пришлось прибегнуть к помощи спасателей. По информации генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД и Молдовы, в Бельцах, Бричанском и Единицком районах много бед принесли поваленные ветром деревья. В Бричанах и Единицах они повредили газопроводы. В Бельцах деревья упали на балконы многоэтажного жилого дома. Мощные стволы и густые ветки перекрыли некоторые трассы. Из-за порванных проводов сразу несколько населенных пунктов в Единицком и Бричанском районах остались без электричества. По данным таможенной службы, шесть пунктов пропуска на севере страны во вторник были обесточены из-за непогоды и на время вынуждены были прекратить работу. Такая же ситуация наблюдалась в середине недели и на юге страны. Ураганный ветер срывал крыши с домов. В Бесарабяске повреждены две многоэтажки и районная больница. В Каушанском районе – спортивная гимназия. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но уничтожен урожай на тысячах гектаров земли. Сотни людей остались в буквальном смысле без крыши над головой. В связи с этим президент Игорь Дадон обратился к Абмину с предложением создать специальную комиссию, которая проанализирует последствия непогоды и определит необходимую помощь пострадавшим. Между тем, трагедия едва не случилась во время сноса частично разрушенного дома в атаках. В ходе разбора верхних этажей два газовых баллона упали на рабочую площадку с восьмого этажа. Спасатели успели оперативно вывести емкости из этой зоны. Это позволило избежать возможного взрыва и риска того, что пострадает персонал и соседние здания. Отмечается на официальном сайте Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Напомним, целый подъезд девятиэтажного дома рухнул 19 июня. Разбирая завалы, сотрудники ГИЧС обнаружили газовый баллон на девятом этаже аварийного дома. По данным ведомства, устойчивость здания и колебания вокруг него постоянно проверяются специалистами с помощью лазерного датчика устойчивости. Безопасность рабочей площадки и мониторинг ситуации в бесперебойном режиме обеспечивает более 20 спасателей и 7 единиц спецтехники. Врачи больше не будут ездить по селам и консультировать их жителей. Новый министр здравоохранения, труда и соцзащиты Алла Немиренко распорядилась свернуть компанию «Доктор для тебя», запущенную Демпартией в августе 2018 года. Свои доводы не в пользу этой программы министр озвучила на пресс-конференции. Как заявила министра 1 июля на пресс-конференции в Кишиневе, врачей отрывают от повседневной работы во имя простейших медицинских осмотров. Причем польза от них минимальная, поскольку эти осмотры не сопровождаются постоянным наблюдением за пациентами. Это абсолютно неэффективное использование человеческих и финансовых ресурсов. Каждый день автомобили, которые финансируются из государственной системы, отправляются во все уголки страны. Это могут легко сделать студенты первого или второго курсов медуниверситета. По мнению министра, мамографическое и рентгенографическое обследование не могут являться частью этой компании, поскольку они проводятся при помощи мобильного оборудования, специально приобретенного для этих целей. С августа 2018 года до конца июня текущего года в рамках программы «Доктор для тебя» свыше 80 тысяч жителей сел получили медицинские консультации. Так заявил экс-премьер молдавского правительства, депутат-демократ Павел Филипп. Это проект, которым я горжусь, проект, который рассматривался временным решением, пока мы не сможем построить здоровую медицинскую систему в Молдове. Если сидеть в кабинете в Кишиневе и писать сообщение в Фейсбук, не построить сильную медицинскую систему и даже не увидеть, насколько велики проблемы в наших селах. Это сложная область, поэтому мы разработали эту профилактическую программу. Чтобы разобраться, действительно ли было необходимо сворачивать эту и другие социальные программы, внедренные прошлым руководством страны, мы пригласили в студию вице-председателя парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье, депутата от ПСРМ Владимира Односталко. Как я понимаю, министерство намерено переформатировать полностью социальные программы. Например, в частности, отказывается от компании «Доктор для тебя», которую начали демократы. Но ведь что плохого в том, что медики ездили по селам, проводили медосмотры, в частности, тех людей, которые в силу разных обстоятельств просто не следят за своим здоровьем так, как полагается. Что же в этом плохого? Зачем от этого отказываться? Добрый день. Давайте начнем от того, что никто не отказывается от каких-то вещей, которые нужны действительно. Никто не собирается переформатировать социальные программы. Они как шли, заложены были в бюджетах, так они и будут идти. Другое дело, давайте будем делать отличия между социальными программами и темы предвыборными, будем так говорить, действиями за счет бюджета, которые были у партии демократов до этого. Программа «Доктор для тебя», которая была, да, это были бюджетные деньги, закуплено специальное оборудование, специальные автомобили, которые ездили по республике с командами докторов, фельдшеров, и занимались диагностическими услугами, проверяли, оказывали консультации. В целом это неплохо. Тут вопрос в другом, что я не хочу сейчас защищать докторов, но давайте мы спросим у докторов, а это им нравилось ездить? Это раз, два. Второе. Какие условия труда у них были? Третье. Очень важный момент. А специалисты на местах чем же тогда занимаются? То есть если мы отправляем в районы специализированные бригады с оборудованием для обслуживания населения по профилям заболеваний, получается, что у нас на местах нет докторов? Нет, они есть. Есть вопрос менеджмента в первую очередь. И в этом плане я с министром, что касается менеджмента, согласен, потому что действительно с ним надо разбираться. Более того, многие чиновники в министерстве уже сейчас начали говорить открыто, что да, действительно есть ряд программ, которые являются предвыборным ходом, предвыборными марафонами, караванами, как сказала госпожа Немиренко, Демократической партии. Насколько я понимаю, Минздрав прекратил и программу «Новая жизнь», когда роженец получали наборы после рождения ребенка для малышей. Новый министр заявила Алла Немиренко, что закупка этих наборов проводилась с нарушениями, и поэтому предлагает ввести альтернативу, я так понимаю, добавят к единовременному пособию выплате плюс 1608 лив. Не кажется ли вам, что, ну, вообще-то нет гарантии в том, чтобы деньги, которые получат на руки родители, уйдут и будут использованы по назначению? Где гарантия в том, что та коробка, которую получит мама, будет использована по назначению, а не будет перепродана? Я не хочу быть настолько прагматичным. Да, но когда мы предлагаем альтернативу не очень удачную, по мнению Министерства, инициативе в виде коробок, предполагается, что новая альтернатива, она лучше. В чем превосходство? Скажите, пожалуйста, разве Министерство объявило о том, что оно ликвидирует эту программу? Нет. Разрешите вот здесь несколько слов предыстории, как оно было. В 2014 году, когда партия социалистов пришла в парламент, мы разработали эту инициативу «Коробка для новорожденных». Она была внесена в законодательный орган, она обсуждалась, в том числе и во студии мы говорили с предыдущими модераторами об этой инициативе. После этого фонд сбежавшего Плохотнюка эту инициативу взял под себя. Ну, понятно, денег у них было, конечно, в этом вопросе достаточно, потому как госструктуры все работали на них, они начали эту кампанию. После этого эта кампания, опять же, как и доктор для тебя, продолжалась исключительно за счет и средства республиканского бюджета, государственного бюджета, по-моему, бюджета медстрахования. Это раз, два. Под логотипом всеми известного фонда? Естественно. Но за счет республиканских средств? Естественно. Это практика партии демократов. Все делают за счет граждан, но при этом пиарить свою партию, говорить о том, что это они молодцы, это они сделали за свои деньги, они вот такие вот благодетели, вот такие вот рубингуды. Но что мы имеем сейчас? Я думаю, что не все очень внимательно слушали госпожу министра, что она говорила, и о предыстории. Я не зря с собой принес вот эту вот папку, видите, она не такая уж большая, потому что есть еще четыре по этому же делу. Речь идет о чем? О этой программе «Новая жизнь». Дело в том, что все те коробки и их наполнение проводилось через механизм государственных закупок. Механизм государственных закупок в системе здравоохранения курирует соответствующее агентство государственных закупок в медицине, которым руководит господин Антыч. Конкурс был объявлен. В конкурсе участвовало две компании. Всего лишь? Всего лишь. Да. Почему? Потому что демократы, как правило, затачивают все под себя. Абсолютно все тендеры, мы видим проблему с инсулинами, проходят исключительно по условиям и тех заданиям, которые выгодны были демократам. Такая же ситуация была и здесь. В результате с огромными нарушениями и с более завышенной ценой, более, там речь шла около полумиллиона леев, выигрывает компания, которая имеет прямое отношение к демократам. 12 июня этого года госпожа Сильвия Раду, всем известный разрушитель системы здравоохранения и без того разрушенный министр демократической партии, подписывает приказ, в котором обозначает выигрышную компанию, которая аффилирована к партии демократов, что не есть законно. Во-первых, это неправильно, когда государство платит больше, чем есть предложение альтернативное. А во-вторых, в это время, как мы знаем, опять же, по решению Конституционного суда, госпожа Сильвия Раду не обладала на то законными полномочиями, чтобы подписываться о свече документы. Об этом они прекрасно знали. Они прекрасно понимали, что в любом случае вопрос времени, когда они идут. Поэтому она пошла на этот шаг совершенно сознательно. Более того, никто не отменяет те юридические нарушения, которые будут трактоваться уголовным кодексом, не кодексом гражданским, к примеру, а обычных штрафов. И это мы добьемся, потому что вы, наверное, слышали нашу компанию профилактика. О здравоохранении мы против коррупции, мы выявили ряд нарушений в больших закупках. Такая же ситуация была здесь. Соответственно, министр, придя в министерство, столкнулась с огромной проблемой. Нам нужно продолжать выдавать эти коробки, но их нет, потому что на законодательном уровне были нарушения. Потому что есть проблемы с авиазированием, с подписью, да, министр не имел права. Это все сознательно делалось. Я имею в виду министр предыдущим Раду. Нужно было что-то делать. Мы долго искали это решение. В конце концов, было принято решение, с учетом невозможности проведения быстрого тендера, по процедуре это минимум два месяца до момента первой поставки. Мы не можем допустить того, чтобы роженицы не получали то, что они должны получать, по причине того, что партия демократов в очередной раз решила, там тендер был, по-моему, на 26 миллионов леев, решила заработать миллионы леев за счет наших рожениц. Поэтому было принято решение монетаризировать эту услугу, вот те компоненты, которые там есть. И согласно тендерной цене прикрепить эту сумму к тому единовременному пособию, который выдается каждой роженице. И это было решение. И самое главное, хочу сказать, что программа не ликвидирована. На момент проведения нового тендера будет вот такая вот система, вот такой вот механизм. То есть это временное решение? Абсолютно. Я правильно понимаю, деньги были переведены из госбюджета на реализацию этой программы, на закупку. Из бюджета кассы мест страхования. Были переведены, но компания не предоставила эти коробки, вы сказали, их нету. Нет, 12-го коробок нет, потому что их не купили. Их не купили, потому что тендер прошел с нарушениями, потому что госпожа министр, бывшая министр Раду, не имела права вообще подписывать это, не имела права подписывать в угоду поставщику, который предложил сумму большую, больше, чем на полмиллиона леи, чем та, которая была заявлена конкурентом. Это нарушение. И прокуратура, и Центр по местной коррупции все выдали на общем совещании решение о том, что необходимо аннулировать этот тендер. Этот тендер аннулирован, а средства, которые были предназначены для этого, просто выдаются теперь и распределяются в виде добавки к тому пособию, которое выплачивается. Единовременно, совершенно верно. Просто разделили эту сумму, и получилось по 1600 рублей роженицы. Да, не разделили. Просто взяли за основу ту сумму, которая была бы необходима для закупки этой коробки полностью с наполнением всех, с одеждами, с кремами, что там было. И эту сумму прикрепили к единовременному пособию, который получает роженцы. Очевидно, что в Молдове есть практика такая, сложилась за последние годы. Приходит новое правительство, начинает ругать предыдущие, отказываться от его инициатив. Есть опасения, что вместе с водой, что называется, выплескивается и ребенок. От всех ли программ демократов откажется министерство? Может быть, есть здравое зерно, которое стоит сохранить? А какие были у демократов программы, помимо предвыборной «Доктор для тебя» и помимо скопированной «Новая жизнь», которые оплачивались все абсолютно до копейки из бюджета медстрахования? Я не помню таких программ. Была недавняя инициатива у них, 29 января 2019 года, вы помните, началась предвыборная кампания. Кто больше даст, кто больше пообещает. Но демократы решили, тогда Плохотнюк тоже вышел с брифингом, сказал, каждому ребенку, не достигшему совершеннолетия, то есть 18 лет, будет государство выплачивать 200 леев каждому, вне зависимости от социального положения семьи, вне зависимости от того, сколько детей в этой семье. Это порядка 670 тысяч граждан нашей страны. Этот проект на год стоил 1 миллиард 600 миллионов леев. Чуть-чуть больше. Вы помните, билборды были, фейсбук, телевидение холдинга были завалены новостями, что благодетели дадут эти 200 леев. Даже проголосовали в первом чтении в парламенте. Это было тогда, значит, зимой. Но этих денег не было предусмотрено в бюджете. Они о чем говорят? Вот их программа. Мы или пузырь за ведом? Фейк. Абсолютно. Это ложь. Не было ни одного виза. В начале, значит, деятельности нового парламента, буквально в середине предыдущего месяца, демократы два раза пытались нести в повестку дня от состояния парламента этот законопроект. Но, ребята, вы же денег не предусмотрели под это. Этого же нет. Что полгода мешало господину Филиппу, находясь в должности премьер-министра Республики Молдова, начать выплату этих денег? Что мешало взять ответственность на себя? Ну, у нас же есть такой механизм правительства. Отсутствие этих денег. Потому что врать легче, чем что-то делать. Последний вопрос. Пользователи соцсетей, в принципе, и наши зрители часто звонят в редакцию, рассказывая, жалуясь на поборы в больницах. Что надо делать, чтобы прекратить эту пагубную практику? На мой взгляд, в первую очередь, нужно работать с самими докторами. Это раз. И второе, что пациент должен понимать, что, к сожалению, давайте скажем честно, у нас у народа уже вошло это в кровь, что доктору надо заплатить, чтобы быть уверенным, что он тебя будет лучше лечить. Я не думаю, что он лучше будет лечить. Но что те действия, которые он должен предпринять, и те знания, которые он обладает, он в любом случае на практике их будет принимать для лечения того или иного случая. Это человеческий вопрос, в том числе, когда у нас, да, есть доктора, которые, ну, очень часто бывает, люди тоже об этом знают, что переносят благодарность доктору. Доктор не просит. Очень часто доктора их берут. Я не знаю, правильно это хорошо, но в клятвии гипоткрата написано, что доктор должен получать вознаграждение. Это вопрос ментальности, менталитета нашего? Это вопрос подходов наших. Но когда наши доктора без 100, 200, 300 евро не принимают роды у женщин, тогда, когда не сделаешь ни одну операцию без валюты, это проблема. А сегодня у нас почти все операции делаются именно так. Это нужно время. Это нужно не просто ментальная работа с медперсоналом, это в том числе и условия труда, в том числе и безопасность их семей. Потому что одно дело, когда он получает, к примеру, 10 тысяч леев, доктор, а у него супруга получает 4, и у них 14 тысяч леев на двоих, и у них двое детей, и у них квартира, еще не своя, которую надо оплачивать. И мы понимаем, что он учился 10 лет, и он не знает, что делать. А в соседней Румынии ему дают евро, ему дают много. В России он получает такие же вещи, такие же деньги. Они там набираются опыта, в странах СНГ и в Румынии, после этого уезжают в Европу, в Штаты. И вот мы теряем докторов. Получается, что мы доноры медицинского персонала для наших соседей. Будем надеяться, картина в сфере здравоохранения в ближайшее время улучшится. Спасибо вам за ответы. А мы продолжаем выпуск. На этой неделе разразился скандал в Национальном театре оперы и балета. Директор театра Ион Гроссу не продлил контракт со звездой мировой величины и единственным артистом Молдовы, который получил в свое время звание народного артиста СССР. Речь идет о знаменитом теноре Михаиле Мунтене. Лишились работы и другие звезды. Мы попытались разобраться, и выяснилось, что заслуженных артистов увольняли в этом театре без весомых аргументов не первый год. О непростых взаимоотношениях коллектива и руководства в следующем материале. В списке уволенных ни много ни мало 17 человек. Их буквально в одночасье выдворили из Национального театра оперы и балета, хотя многие театру служили десятки лет. Теперь без работы заслуженные артисты. Видные деятели, лучшие в своем роде, но не оцененные руководством. Вот нынешний директор на этом фото с бывшим министром Моникой Бабук и коллегами после очередного представления. Рядом с министром уже уволенный дирижер Думитру Курчумару. На этих кадрах концерт четырехлетней давности. Исполнитель, лучший тенор нашей страны, которого тоже, кстати, уволили. А это одна из самых ярких, известных танцевальных пар. Кристина и Алексей Терентьевы, народные артисты Молдовы. С ними нам и удалось встретиться у стен их любимого, а теперь вроде как и чужого театра. После 23 сезонов мы вынуждены, я вынужден был уволиться со своей супругой. Супруга после 16 сезонов. И после этого нам не предлагали контрактов. Хотя 7-8 месяцев в году мы находимся на территории Молдавии. Остальное время гастролируем, представляем республику Молдову на территории других стран. Имеем около 100 спектаклей на территории за пределами республики Молдовы. Только к нашему зрителю мы не имеем доступа. Люди спрашивают, куда вы пропали. Мы вас видим, что вы в Молдавии, но мы не можем прийти на ваш спектакль. Это нонсенс. Получается, что мы хотим выходить на родную сцену, несмотря на маленькую зарплату, на то, что есть определенные сложности. Но весь тот опыт и любовь к этой сцене никак мы не можем наладить контакты. Мы, получается, как бы не нужны. Говорить о случившемся Терентьевым все еще непросто, хотя к практике с увольнениями, увы, привыкли. Продолжается она несколько лет. Просто сейчас дошла очередь и до них. Только на этот раз массовые увольнения в театре получили общественный резонанс. Уж больно много ярких личностей оказалось в списке разом, говорит Елена Узун. Сама она 8 лет была редактором театра. Есть тенденция сейчас убрать где-то 30% людей. Но это не первый год тенденция, это уже третий год. И 30 часа до этого, наверное, уже тоже убрали где-то 10-15, я не знаю. Во всех других театров убирают 4-5-6 человек и филармонию. Вот у нас вдруг такая лавина. И мы стали подумать, ну может действительно надеются, что вот 30% уберут, надеются, что вдвое поднимут зарплату. Но я думаю, что не так. Почему? Если уже два года сокращают и зарплаты не поднимают, значит сокращение не очень имеет отношения к вот этой оптимизации. Но учитывая, что ведь мы не сами себе делаем зарплату, Минкульт, еще неизвестно, сколько будет денег в Минкульте. И потом подням всем зарплату на 500 леев, и смысл было эти 30% убирать. Возле театра крутится много денег. В культуре крутится 122 миллиона. Деньги на самом деле существуют. Куда они деваются, непонятно. Средняя зарплата в театре точно не завидная. Составляет порядка трех тысяч леев, рассказывают уже бывшие коллеги. Но дело не столько в зарплате, сколько в пренебрежительном отношении к сотрудникам театра со стороны некомпетентного руководства. Увольнение Людмилы Кучера, фотографа, еще одно тому подтверждение. Ее буквально выживали. Сначала отняли фотоаппарат, отдав новому фотографу, хотя Елена продолжала числиться в штате. Затем отняли и личный кабинет. Свои вещи поначалу даже забрать не дали. Потом сжалились, разрешили вынести мои вещи из кабинета. Но личную информацию с компьютеров так и не допустили меня забрать. Так и не отдали. Уже после вот этого действия был издан приказ о сокращении. И два месяца, которые положены отработать по сокращению, я просидела на улице в курилке. Потому что кабинета нет, театр в отпуске, в неслужебных помещениях находиться невозможно жарко, это лето. И я вот два месяца просидела в курилке. Казалось бы, Национальный театр оперы и балета в стране один-единственный и должен быть точно образцовым культурным храмом. Но политика добралась и до него, утверждает Алексей Терентьев, говоря о нынешнем директоре Ионе Гроссом. А страдает, в первую очередь, зритель. На самом деле, мы знаем, что он пришел сюда по партийным спискам вот той партии, о которой сейчас все знают. Вы имеете в виду демократическую? Да, он состоял в этой партии, и это не секрет. И вся эта партия распределяла должность и вот по партийным спискам. Это факт. Мы беседовали с нашими героями прямо под протекающей крышей театра на фоне исписанного вандалами фасада. А само здание было окружено припаркованными автомобилями. Вопросов к директору Иону Гроссу собралось немало. Но, к сожалению, он ни разу не ответил на наши звонки. В течение недели в Министерстве образования изучали обстоятельства произошедшего, однако окончательного решения до сих пор не приняли. Мы прервемся на короткую рекламу сразу после нее о политических переменах в Молдове. В среду члены парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, делам молодежи, спорту и СМИ заслушали отчет Совета по аудиовизуалу за 2018 год и дали на него отрицательное заключение. Депутаты не приняли документ, представленный председателем Совета Драгошем Виколом. За это высказались шесть из семи членов комиссии. Также они решили создать парламентскую группу по мониторингу СМИ, которую возглавит депутат Лилиан Карп. Деятельность ведомства контролируется парламентом путем обсуждения годового отчета Совета. Этот документ представляют до 1 февраля. В случае, если законодательный орган не принимает отчет, в течение 30 дней Совет должен представить план конкретных мер по устранению отмеченных недостатков. Во всех госструктурах Молдовы продолжается череда отставок. В четверг Монсовет Кишинева отправил в отставку исполняющего обязанности мэра Руслана Кадряна и его заместителя Нистера Грозава. Во вторник покинула пост председателя Центра избиркома Алина Руссу. В среду подала в отставку исполняющая обязанности главы антикоррупционной прокуратуры Адриана Бацишор. Но, как заявил генпрокурор Эдуард Харунжин, она остается заместителем главы прокуратуры по борьбе с коррупцией. Напомню, Адриана Бацишор получила известность благодаря делу экс-премьера Влада Филата, которую она вела, а также еще целому ряду дел, связанных с политиками страны. Неделю назад Майя Санду потребовала отставки Адрианы Бацишор. Премьера министров возмутила, что прокуроры только 26 июня подали ходатайство об аресте депутата Илона Шора. Они сделали этого раньше. Вот еще неделю назад на часть имущества лидера партии Шора мэра Аргеева Илона Шора был наложен арест. Эту информацию подтвердила для СМИ Адриана Бацишор. Была секвестирована на 15 дней часть активов теперь уже экс-лидера демпартии депутата Влада Плохотнюка. Информацию подтвердила Анжела Старинский. Теперь вопрос, что последует за этими действиями молдавских прокуроров? Своими предположениями на этот счет делится со зрителями вести недели политический аналитик Виктор Чабану. Сейчас прокуратура играет вот такую роль последнего бастиона вот этой защиты, когда подчищаются совершенно очевидно какие-то улики по этому делу, какие-то активы переводятся на подставных или на другие лица, как и с домами Шора, которые были заблаговременно проданы и так далее, и так далее. То есть вот бездействие и сокрытие со стороны прокуратуры, мне кажется, это уже преступление. И мне кажется, что нынешняя власть должна перестать цацкаться с системой предыдущей и стараться сохраниться в рамках некоего законодательства, которое, собственно, было заточено под предыдущую власть, которая занималась исключительно вот этими сомнительными серыми схемами по ограблению страны. То есть нельзя по закону уволить прокурора. Значит, измените закон и увольняйте его, потому что реформировать такую систему, которая была построена на пирамиде коррупционной, уже невозможно, видимо. Поэтому надо менять закон, увольнять генпрокурора, вот это основная фигура, которая, понимаете, генпрокурор может возбуждать дела в том числе против тех же прокуроров, против судей, которые участвовали во всей этой афере. Без него вот Харунджен будет долго держать вот эту круговую оборону, будет говорить, что он не видит никаких поводов для того, чтобы его уволили, чтобы уходить и так далее. А по закону это нельзя. Он избран на целых семь лет. Ну вот, различные варианты уже предлагались. В том числе и декретом президента об аннулировании декрета предыдущего президента о назначении Харунджена. В новый этап на этой неделе вступило расследование по краже века. В четверг был опубликован отчет детективов Кролл-2. Правда, только на английском языке и без имен конечных выгодополучателей. В ходе пресс-конференции Александр Слуцарь сообщил, что недавняя встреча с представителями компании Кролл прошла продуктивно и развенчал миф о том, что якобы по настоянию компании нельзя публиковать отчет Кролл. По словам Слуцаря, несмотря на препятствования Генеральной прокуратуры в публикации документа, общественность узнает его содержание. Комиссия по расследованию голосами всех присутствующих решила, что сегодня отчет Кролл-2 будет опубликован несмотря на позицию Генеральной прокуратуры, которая до сих пор этого не хочет. Слуцарь также добавил, что по понятным причинам информация о некоторых международных банках, с которыми продолжается сотрудничество разглашена не будет. Также на данный момент в отчете по-прежнему отсутствует список бенефициаров, но по заверению Слуцаря его все же в скором времени опубликуют. Здесь нет списка бенефициаров, но этот список от 22 марта 2018 года находится в Генеральной прокуратуре. Необходимо потребовать у них этот список и мы это сделаем. Председатель спецкомиссии заявил, что не возлагает надежды на то, что помощь в расследовании окажет нынешнее руководство генпрокуратуры и считает, что оно в полном составе должно уйти в отставку. Также Александр Слуцарь высказал убеждение, что сейчас есть шанс действовать и запустить процесс возврата денег. Ближе к обеду текст отчета КРОЛ-2 был опубликован на английском в оригинальной версии. Напомним, в феврале прошлого года Национальный банк опубликовал синтез доклада КРОЛ-2 на румынском языке. Документ содержал 57 страниц и показывал схему, как были украдены деньги, а также страны, через которые они выводились и в какие были перечислены. Между тем, Генеральная прокуратура направила руководству страны, в том числе главе государства, председателю парламента и премьер-министру подробную информацию о расследованиях, проведенных в делах о банковском мошенничестве. В отчете содержится исчерпывающая информация о процессе расследования, действиях правоохранительных структур, международной юридической помощи и достигнутых результатах. В прокуратуре заверили, что процесс сбора доказательств продвигается, а ведомство приложит все усилия для его завершения. В расследовании участвуют несколько государственных органов, а также агентство по возмещению добытого преступным путем имущества и служба по предотвращению борьбы с отмыванием денег. Экономический аналитик Серджио Тафилат считает, что существует связь между банковскими махинациями в Республике Молдова и российским ландроматом. Что касается российского ландромата, речь идет о том, что есть какой-то огромный поток денег непонятного происхождения. И Центр по борьбе с коррупцией и прокуратура должны были понять, что это схема нелегального перевода денег. Какого происхождения мы не знаем, мы можем только допускать, что это нелегальные деньги, это еще надо обосновать. Но дело в том, что через молдавские суды огромный поток денег, 70 миллиардов долларов прошли, и никто ничего не предпринял. Схема длилась почти пять лет. Были легализованы и отмыты более 70 миллиардов долларов, которые перечислялись из Российской Федерации на офшорные компании. Дело в том, что судьи, они не являются государственным органом, который определяет, что это незаконные деньги. У нас есть Центр по борьбе с коррупцией и генпрокуратура. Они должны были посмотреть на эти фиктивные долги, которые были прогарантированы российскими компаниями и молдавскими гражданинами. Как получается, молдавский гражданин гарантирует заем на 500 миллионов долларов. Можете показать хотя бы одного граждана Молдовы или соседних стран, который может взять на себя какие-то большие обязательства. Все вице-председатели демократической партии ушли в отставку. Об этом стало известно после заседания Республиканского совета ДПМ 29 июня. Новое руководство политформирования демократы планируют утвердить, на внеочередном съезде его назначили на 27 июля. Временно исполнять обязанности председателя партии будет Павел Филипп. В ходе пресс-конференции исполняющий обязанности председателя ДПМ Павел Филипп рассказал, что на заседании национального политсовета обсуждалась политическая ситуация в Молдове и положение дел внутри партии. Сегодня больше всего мы говорили об ошибках, которые были допущены в последнее время и о том, что нужно делать в дальнейшем, чтобы вернуться к нормальной ситуации. После того, как председатель Демпартии Влад Плохотнюк сложил свои полномочия, на заседании национального политического совета подали в отставку все вице-председатели, а также все генеральные секретари. принимая во внимание этот факт, национальный политсовет решил собрать внеочередной конгресс партии 27 июля. Мы изберем новое руководство политформирования и не только его. Будет принята новая программа партии и, конечно, составим план по реформированию демократической партии. Политик сообщил и цель реформирования. Она заключается в том, чтобы партия осталась сильным политформированием, которое будет уравновешивать политические крайности в молдавской политике. До Конгресса вопросы о возможных кандидатах будут обсуждать на региональных конференциях демократов. Павел Филип уточнил, что ДПМ больше не в состоянии содержать нынешнюю штаб-квартиру, поэтому решено переехать в другое помещение. В эфире одного из местных телеканалов исполняющий обязанности председателя ДПМ Павел Филип высказал предположение Влад Плохотнюк откажется от своего мандата депутата. По его словам это было бы правильным решением, однако никто не может заставить экс-лидера партии пойти на этот шаг и оказывать на него давление. А вот партия Шор остается в оппозиции и начинает активную работу в парламенте. Об этом объявили депутаты фракции во время брифинга будет настаивать на внедрении задуманных социальных и инфраструктурных проектов и следить за работой парламентского большинства, указывая на возможные ошибки. В ходе брифинга депутат Денис Уланов подчеркнул, что парламентская фракция партии Шор намерена быть активной оппозицией и молчать не станет. Фракция партии Шор еще на первом заседании парламента заявила, что осознанно уходит в оппозицию. Мы пришли в парламент работать и показать всей стране всему политическому классу новую политику. Политику реальных дел. В партии Шор заявили, что все семь депутатов представляют интересы более 60 тысяч членов политформирования, а также 120 тысяч избирателей, которые проголосовали за представителей фракции во время выборов. Однако сейчас депутаты сталкиваются со сложностями в том, что касается полноценной работы в парламенте, в том числе в постоянных комиссиях. Нам непонятны причины, по которым за нас решили, в каких парламентских комиссиях нам быть. Не допустив ни одного депутата нашей фракции к работе в юридической комиссии, в комиссии по экономике, в комиссии по безопасности, парламентское большинство безосновательно отказалось утвердить кинетру Марины Талвер на должность председателя комиссии по правам человека. В телефонном разговоре с корреспондентом РТР Молдова депутат от входящей в парламентское большинство партии социалистов Влад Батрынча заявил, что фракция не будет комментировать заявления партии Шор. Представители блока АКУМ заявили о том, что фракция Шор не появлялась в парламенте уже давно. Я нахожусь на этом же этаже, что и фракция Шор. Я в течение трех-четырех месяцев практически ни разу не видел их в кабинетах. Эти люди просто не приходят на работу. Им никто ничего не запрещает. Ранее глава парламентской пресс-службы Юлиана Бордиану заявила, что в отношении всех фракций были соблюдены процедуры, которые позволяют им осуществлять привычную деятельность в законодательном органе. Отметено на брифинге присутствовали шесть из семи депутатов партии Шор. По словам представителей фракции лидер политформирования Илон Шор выступит для прессы в ближайшее время. На вопрос журналистов о его местонахождении члены партии ответили, что вскоре он сам об этом сообщит. На этой неделе премьер-министр Майя Санду совершила официальный визит в Бухарест. В румынской столице она встретилась с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом и со своей коллегой Виарикой Дончилом. Стороны обсудили европейский путь развития Республики Молдова а также помощь которую румынские власти готовы оказать нашей стране в развитии инфраструктуры в защите окружающей среды и укреплении институтов. Майя Санду прибыла в Румынию по приглашению президента Клауса Йоханнеса. Глава соседнего государства высоко оценил тот факт, что первый рабочий визит в качестве главы Кабмина Санду совершила именно в Бухарест. Стороны обсудили сотрудничество Молдовы и Румынии и уделили особое внимание той помощи, которую соседнее государство оказывает посредством внедрения инфраструктурных проектов в нашей стране. Мы подтвердили интерес по ряду совместных действий и инициатив, которые касаются продления программ по восстановлению школ и детских садов, проектов в области сохранения окружающей среды, водоснабжения и канализации для сельской местности, энергетики и транспорта. Майя Санду подтвердила намерение молдавского правительства удовлетворить ожидания внешних партнеров в том, что касается борьбы с коррупцией, расследования кражи миллиарда, реформы правовой системы, взаимодействия с гражданским обществом и помощи в работе независимых СМИ. В свою очередь Румыния готова предоставить молдавскому правительству поддержку в том, что касается укрепления институтов, заявил президент Клаус Йоханнес. По моей инициативе администрация президента уже отправила правительство Румынии предложение создать группу экспертов из министерств, которые совместно с молдавскими коллегами смогли бы в короткие сроки определить области, которые нуждаются в этой поддержке. Клаус Йоханнес заявил о том, что Румыния поддержит разблокирование макрофинансовой поддержки для Молдовы со стороны Евросоюза. Также Мая Санду пообщалась со своей румынской коллегой Виорикой Денчиле. У нас имеется основательная база, которую мы продолжим укреплять, особенно в том, что касается экономических и социальных двусторонних проектов. В то же время мы отметили необходимость консолидации общества в том, что касается языка, культуры и истории, что лежит в основе особенных отношений с Республикой Молдова. Сегодня мы твердо одобрили продолжение Молдовы европейского курса и внедрение реформ согласно соглашению об ассоциации с ЕС. Денчиле также заверила, что только путь евроинтеграции приведет к демократии и просветанию Республики Молдова и отметила, что в этом Румыния станет самым искренним и надежным партнером. А в среду 3 июля глава Молдовского Кабмина совершила рабочий визит в Брюссель. Там встретилась с европейским комиссаром по вопросам расширения политики добрососедства Еханисом Ханом. Струны отметили необходимость консолидировать диалог между Молдовой и Евросоюзом, а также обговорили условия возобновления макрофинансовой помощи для Молдовы со стороны Евросоюза. Молдавское правительство сейчас ставит перед собой три основные задачи, заявила премьер-министр Майя Санду после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Еханисом Ханом. Первое это избавление Молдовы от коррупции на всех уровнях, а также расследование мошеннических схем и незаконных выводов средств из страны. Второе это реформирование системы юстиции и продвижение профессионалов к занятию ключевых должностей. Третья задача заключается в продолжении сотрудничества с ЕС на уровне соглашения об ассоциации. Евросоюз давал нам несколько шансов стать демократической страной, которая отвечала бы нужным и пожеланиям ее граждан. Мы не полностью использовали эти возможности, а сегодня мы не просим авансовых платежей. Мы просим поддержать нашу демократическую трансформацию. В свою очередь еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз готов сотрудничать с новым правительством Молдовы во главе с Майей Санду. В начале осени возможно соберется совет по ассоциации ЕС Республика Молдова, на котором стороны обсудят продолжение внедрения соглашения в нашей стране. Евросоюз продолжает настаивать на ряде реформ и изменений в государственных учреждениях Молдовы. Я надеюсь, что власти сфокусируются на деполитизации и обеспечении независимости госучреждений, в особенности правовых. В целом, я могу сказать, что речь идет о борьбе с коррупцией, которая глубоко укоренилась во многих областях. Это самая большая проблема, которую власть должна решить. Хан также отметил, что Евросоюз осведомлен о проблемах, которые могут появиться в ходе работы нового правительства. Но власти ЕС обещают поддерживать Молдову, в том числе финансово. Напомним, что Йоханнес Хан посетил нашу страну в середине июня. После беседы с премьер-министром Майя Санду он заявил, что макрофинансовую поддержку Молдовы Евросоюз может возобновить до конца этого года. Теперь об основных событиях недели за рубежом. Печальная новость пришла из России. В понедельник в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибло 14 моряков. Трагедия произошла в Баренцевом море при проведении ботиметрической съемки для изучения глубины рельефа дна. Подводники погибли в результате отравления продуктами горения. Благодаря действиям выживших членов экипажа пожар удалось ликвидировать. В настоящий момент аппарат находится на главной базе Северного флота в Североморске. Об обстоятельствах трагедии президенту России лично доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Вчера в ходе плановых горлов по изучению морского дна в российских территориальных ходах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по ее обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Ельминов. Сергей Таврович, это не обычное судно, мы сами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный в соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь капитана первого ранга, двое героев России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращению доложить, Мирич. Есть. К расследованию инцидента подключился Следственный комитет России. В связи с трагедией на Северном флоте Владимир Путин отменил свое участие в форуме реки России, который проходит в Тверской области. Жители Мурманска несли свечи к мемориальному комплексу морякам, погибшим в мирное время. После трагедии в Баренцевом море слова скорби поступали со всего мира. Свои соболезнования уже выразили в Евросоюзе. Выступая в среду в парламенте Великобритании, премьер-министр этой страны Тереза Мэй заявила, я уверена, что вся палата общин хочет выразить соболезнования родственникам тех, кто погиб на борту. Гибель людей под водой это то, в связи с чем мы все можем выразить соболезнования. К другим темам главам государств и правительств Евросоюза удалось согласовать кандидатов на ключевые посты ЕС и проголосовать за них. Так, председателем Еврокомиссии стала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Евросовет возглавил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Международной политикой в ЕС будет заниматься испанский министр иностранных дел Жозеп Борль Фантельез. Кристин Лагард возглавит председатель Европейского парламента. Словения и Италия начинают совместное патрулирование границы с целью остановить движение нелегальных мигрантов по Балканскому маршруту. Операция продлится до 30 сентября. Если совместное патрулирование не принесет результатов, предусмотрены жесткие меры. На итальяно-славянской границе появятся заградительные барьеры. Планируется осуществлять четыре совместных обхода в неделю. Три на славянской территории и один на итальянской. Введение совместного патрулирования не означает восстановление пограничного контроля. Эта мера призвана упростить оперативную деятельность, улучшить реагирование при попытке побега, ускорить задержание лиц или транспортных средств, обеспечить контроль по обе стороны границы. Мы надеемся, что сможем повысить уровень работы с мигрантами, делая при этом упор на привлечение к ответственности контрабандистов. В 2015 году в разгар миграционного кризиса десятки тысяч беженцев и мигрантов из Сирии, Пакистана и Афганистана прошли через границу по этому маршруту. С ужесточением контроля поток существенно снизился. Но в этом году число прибывающих в Словению вновь увеличилось. Официальный Рим предупредил, если совместное патрулирование не принесет результатов, то на итальяно-словенской границе появятся заградительные барьеры. Погода в Европе не балует. В середине недели аномальная жара сменилась мощными ливнями и градом. Такими кадрами делятся жители севера Италии. Там выпал град размером с мяч для пинг-понга. Он повредил крыши домов и автомобили. Перед этим в регионе бушевал ураган и ливень. А в Австрии сильные разрушения вызвали масштабные наводнения. Сразу несколько крупных рек вышли из берегов федеральной земли Зальцбург. На помощь спасателям в зону бедствия направлены военные. А это уже кадры из Финляндии, которая также оказалась во власти непогоды. В городе Лапенранта зима на несколько часов сменила лето. По улицам неслись бурные потоки воды и льда. Крыша домов и деревьев покрылись снегом. Ну а в Германии военнослужащие Бундесвера вместе с гражданскими пожарными тушили горящий лес на северо-востоке страны. Пожар вспыхнул на бывшем военном полигоне, который использовался еще во времена Второй мировой войны. На этой территории остается множество неразорвавшихся боеприпасов, поэтому пожарным не справиться с огнем без саперов. Огонь охватил площадь в 600 гектаров как из-за сильного ветра и жары, так и из-за того, что пожарным пока запрещено подходить к полигону близко. Число задействованного в операции личного состава значительно возрастет. Ожидается прибытие еще десятка инженерных бронемашин. Мы планируем операцию таким образом, чтобы все части бундесвера, в зависимости от ситуации, могли реагировать быстро и без затруднений. Бронемашины должны проделать для них безопасные проходы. Пока в опасных районах тушение ведется только с воздуха. Из окрестных населенных пунктов эвакуировано более 700 жителей. Соединенные Штаты опубликовали список европейских товаров, на которые могут быть введены увеличенные пошлины. В основном это сельскохозяйственная продукция, множество сортов сыра, фрукты, оливки, шотландские виски. Новый Беречень прибавляет 89 пунктов к списку, опубликованному больше года назад. Вашингтон обвиняет Европу в незаконном субсидировании авиаконцерна Airbus и решил увеличением пошлин восполнить потери. Евросоюз обвиняет в том же самом сами США и компанию Boeing. В апреле Брюссель опубликовал собственный список американских товаров, обложенных повышенными пошлинами. В целом, авиационный спор длится уже полтора десятка лет. Участники летнего довоза экономического форума, который проходит в Китае, считают, что сейчас трансатлантический конфликт обостряется, учитывая, что торговая война между Вашингтоном и Пекином немного утихает. Напряжение между США и Китаем пошло на спад и ожидается, что после личной встречи глав государств переговоры возобновятся, что я считаю хорошей новостью. Тем не менее, торговые споры внесли и кардинальные изменения в долгосрочные отношения между Вашингтоном и Пекином. Пекин на этом фоне призывает участников форума всячески поддерживать идею свободной торговли в глобальных масштабах. Девиз мероприятия «Успех в эпоху глобализации». Остается необходимость работать над упрощением инвестиций в свободную торговлю и в то же самое время над улучшением договоренностей, подчеркивающих порядок возможностей правила честной торговли и справедливой экономической глобализации. Наша задача развиваться так, чтобы обеспечивать взаимную выгоду, баланс и всеобщее участие». В Китае подчеркивают, что эти слова будут подтверждаться действиями. Так, Пекин уже в следующем году, на год раньше запланированного, намерен снять ограничения на иностранные инвестиции в собственную экономику. Президент США выступил с новыми угрозами в адрес Ирана после того, как страна превысила лимит на охранение обогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой. Дональд Трамп заявил, что иранские власти играют с огнем и что Соединенные Штаты готовы нанести военный удар. А в администрации Белого дома заявили, что максимальное давление будет продолжаться, пока Тегеран не откажется от ядерных амбиций. В руководстве Исламской Республики, в свою очередь, заявили, что страна вернется к соблюдению обязательств по договору, если это сделают европейские партнеры. Еще одна скандальная тема – Япония, несмотря на международные протесты, возобновила коммерческий китобойный промысел. Страна прервала мораторий, которого придерживалось около 30 лет, и первые китобойные суда уже вернулись с добычей в порт. Накануне их встречали восторженные приверженцы национальной традиции и любители китового мяса. В настоящее время установлена квота на забой 227 китов до конца года. Но в Японской китобойной ассоциации рассчитывают, что в дальнейшем размер квоты увеличится. Возобновляя коммерческий китобойный промысел, мы также проведем исследование. Если в результате мы обнаружим китовые ресурсы, на которые можно охотиться, то мы бы хотели соответствующего увеличения квоты. Если будет выявлено достаточное число других китов, крупных или мелких, помимо малых полосатиков, то мы хотели бы иметь возможность охотиться и на них. Япония утверждает, что угроза исчезновения касается лишь немногих видов китов. Еще в декабре было объявлено, что страна выходит из Международной китобойной комиссии. В параграфе, посвященном устойчивому развитию соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, говорится лишь о диалоге и совместных усилиях обеих сторон по экологическим вопросам, касающимся торговли. Организации, добивающиеся полного запрета китобойного промысла, проводят акции протеста и призывают Евросоюз оказать давление на своего торгового партнера. За чистоту окружающей среды борются во всем мире. В минувший понедельник многие парижане-автолюбители не сели за руль, их машины остались в гаражах. С 1 июля власти французской столицы ввели запрет на движение транспорта низкого экологического класса. Он распространяется на дизельные автомобили и фургоны старше 2006 года, которые отвечают нормам Евро-3. Въезд в город с 1 июля запрещен также мотороллером и скутером, выпущенным до 2005 года. Мера касается и дизельных грузовиков, отвечающих нормам Евро-4. К запрету присоединились 49 из 79 коммун столичного региона Иль-де-Франс. Под него попадают 30 тысяч автомобилей. Нарушители будут наказаны штрафом в размере 135 евро для грузовых и 68 для владельцев легковых авто и скутеров. Анонсируя свое решение, парижские власти напомнили о том, что ежегодно из-за загрязнения воздуха в столице и окрестностях умирают свыше 6,5 тысяч человек. И если уж мы заговорили об автомобилях, снова вернемся к событиям Молдовы. Здесь стартовал первый марафон электромобилей. Участниками акции стали 9 автомобилистов. Им предстоит за 5 дней преодолеть более тысячи километров по Молдове. Самой северной точкой их пребывания станут Бельцы, а вот самой южной станет город Камрад. Бесшумное передвижение по городу, отсутствие вредных выхлопов, которые являются одной из главных причин загрязнения окружающей среды, а также возможной зарядки аккумулятора от стандартной электрической сети, что в разы дешевле, чем обычное топливо. Таковы основные преимущества электромобилей, отмечают их автовладельцы. Я считаю, что внедрение гибридных машин, электрических машин в инфраструктуру города позволит нам и нашим детям дышать здесь свободнее. Я очень давно езжу на гибридном автомобиле, который тоже очень мало выбрасывает вредных газов. Буквально там 2-3 месяца езжу на электрической машине, я очень доволен. Если у вас есть зарядка где-то дома или на работе, то вы легко сможете в течение дня намотать 100-150 километров, и этого вам достаточно на одном заряде сделать. Очень большая экономия. Заряжать батареи выгоднее, чем заправлять машину топливом и тратить большие деньги. Цена машины очень высокая, однако она быстро окупается за счет низкой стоимости зарядки. Одной из проблем в использовании электромобиля является недостаточное количество электростанций в нашей стране. Однако, как отметил организатор марафона, с каждым годом их число растет. Ситуация в этом отношении улучшилась. За пределами Кишинева есть 6 электрозаправок и 17 в целом. В ходе марафона мы будем заправляться на этих шести, а также по максимуму в отелях, в которых будем останавливаться. На этот раз мы преодолеем более тысячи километров, побываем и в северной части страны, и в южной. Самая северная точка Бельца и самая южная Камрад. Как отметил Тома, чтобы преодолеть расстояние в 300-500 километров, электромобиль понадобится заряжать час или два, в зависимости от марки и комплектации авто. Маршрут автопробега пролегает через Аргеев, Шалданешты, Флорешты, Бельцы, Калераш, Лыпушну, Ханчешты, Чемишлию, Камрад, Каушаны и новые Анены. Финиш состоится в воскресенье 7 июля после обеда на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Подобный марафон проводился и в прошлом году, однако на тот момент среди электромобилей были и гибриды. По данным организаторов мероприятия, на сегодняшний день в Молдове зарегистрировано свыше 200 электромобилей. Напомним, что в рамках проекта реализуемого ПРООН «Устойчивые зеленые города» до конца 2019 года в нашей стране планируется открытие 20 электрозаправок, в основном в Кишиневе. Проект рассчитан до 2022 года. Бюджет составляет около 3 миллионов долларов. Ну что же, на этом время наши программы подходят к концу. Это были основные события уходящей недели. Оставайтесь на РТР Молдова и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова